В Луганске состоялась четырехсторонняя рабочая встреча совместной группы по прекращению огня. На ней присутствовали представители ОБСЕ, Украины, России, руководители администрации отдельных районов Луганской области. Стороны договорились о практических шагах, необходимых для прекращения огня и отведения тяжелого вооружения. По словам генерал-лейтенанта вооруженных сил Украины Владимира Оскарова, встреча прошла плодотворно. Кроме этого, группа мониторит ситуацию в районе Донецкого аэропорта. На протяжении суток мы старались мониторить ситуацию в Донецком аэропорту, не допуская вспышек насилия. К сожалению, полностью на 100% это задание нам не удалось выполнить, но на это время там тишина. И мы будем в дальнейшем работать над тем, чтобы там не открывался огонь. Есть уверенность в том, что желание руководства администрации отдельных районов Донецкой и отдельных районов Луганской области переведет к тому, что в ближайшее время мы подойдем к выполнению первого пункта меморандума. Это прекращение огня. Очередной раунд переговоров в минском формате может состояться на следующей неделе. Об этом накануне заявил второй президент Украины Леонид Кучма. Он является участником трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине в формате Украина-Россия-ОБСЕ. При этом Кучма подчеркнул, что никакие изменения в текст минских договоренностей не должны вноситься. Я стою на том, и президент наш Порошенко стоит на том, что ни в коем случае мы не имеем права изменять хотя бы один пункт этого текста. Это основополагающий документ, в который, если бы он выполнялся, мы бы жили совсем в другой стране. Несмотря на договоренности, боевики продолжают нарушать перемирие. За минувшие сутки террористы 71 раз атаковали позиции сил АТО. В зону поражения вражеской артиллерии попали населенные пункты «Золотое», «Попасное», «Останица Луганская», «Осчастье», «Трехизбинка», «Тоненька», «Авдеев», «Копецкий», «Чернухина», «Никишина», «Дыбальцево» и многие другие. На Мариупольском направлении сепаратисты обстреляли пять населенных пунктов. В течение суток артиллерия сил АТО нанесла 45 ударов для подавления огневых позиций наемников. На оккупированных территориях Донбасса активизируется партизанское движение. Отряд, действующий в Донецкой области, сообщил, что 1 декабря во взаимодействии с украинскими военными партизан уничтожили около полусотни боевиков в районе Старомихайловки. На следующий день, как сообщили в пресс-центре АТО, сократили численность воинов русского мира еще на 10 человек. А к вечеру добавили на свой счет уже 50 наемников. Так, за два дня партизаны очистили родной край от 110 бандитов. В действиях российского президента Владимира Путина все больше угадывается националистический подход. Такое заявление сделал президент США Барак Обама на встрече с американскими бизнесменами. Барак Обама заверил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Россию путем сохранения санкций. Американский президент предположил, что политический курс Путина не изменится до тех пор, пока политическая элита России не обратит внимание на плачевное положение дел в экономике. Я думаю, что ситуация в Украине застала его врасплох. Президент Путин импровизирует, используя националистический подход к российской политике. Это взгляд в прошлое. Это страшно пугает соседей России и наносит огромный ущерб ее экономике. Принять бюджет на следующий год уже в декабре и возобновить экономический рост Украины до 2016 года. Такие цели ставят перед собой министр экономического и финансового блока. Кроме этого, обещают не затягивать с реформами. С чего планируют начать изменения, смотрите далее в сюжете. Приоритет нового министра финансов – реформирование системы налогообложения. Оно станет проще и прозрачнее. Впрочем, дефицит госбюджета следующего года Минфин планирует покрывать по-старому. Дефицит бюджета финансируется за счет сочетания займов и различных кредитов. Ничего нового не могу вам сказать. Новый министр экономики Украины, приехавший из Литвы, нацелился на радикальную дирегуляцию экономики. В этом деле он рассчитывает на финансовую помощь иностранных партнеров. Мы планируем запустить 16 законов по дирегуляции в парламенте, которые помогут получить 500 миллионов поддержки от Мирового банка. А министр здравоохранения полностью откажется от тендерных закупок. В пользу электронных, обещает Александр Квиташвили. Так коррупции в отрасли станет меньше, а качество услуг – лучше. МОС не должен быть закупщиком чего бы то ни было. Мы должны предлагать и обеспечивать услуги и их качество. Акценты в работе министры, приглашенные из других стран, уже обозначили. Теперь, чтобы реализовать все запланированное, дело за малым – собрать команду. Ее обещают переставить уже в ближайшие дни. Оксана Опрышко, Олег Павлюченко, БТБ. Украинская власть решительно настроена на реформирование страны и рассчитывает на поддержку, в том числе и финансовую, со стороны ЕС. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Дональдом Туском. В Европейском совете поддерживают идею приглашения на странах-реформаторов в кабинет министра в Украину и очень надеются, что новое правительство будет успешным. Петр Порошенко рассказал европейскому коллеге о напряженной ситуации в оккупированных районах Донбасса и гуманитарную ситуацию в аннексированном Крыму. В Еврокомиссии рассматривают возможность третьей программы макрофинансовой помощи Украине. Об этом накануне заявил Еврокомиссар по экономическим и монетарным делам, налогообложению и таможне Пьер Московиси. Еврокомиссар не уточнил, о каких суммах может идти речь. При этом отметил, что решение о начале программы может быть принято в ближайшие недели. На сегодня ЕС реализует две программы макрофинансовой помощи Украине на общую сумму более чем 1,6 млрд евро. В рамках этих программ Еврокомиссия уже направила 1,360 млрд евро. Еще 250 млрд планируется передать весной 2015 года. Но вчера Евросоюз осуществил второй транш в рамках второй программы макрофинансовой помощи в сумме 500 млн евро. Экспорт украинских товаров в ЕС за последние 10 месяцев вырос на 10-12%. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития торговли Украины Валерий Пятницкий. По его словам, этому способствует торговая преференция, которую ЕС предоставил в одностороннем порядке с апреля. Величение экспорта происходит в первую очередь за счет агропромышленного сектора. Третий реактор на Запорожской атомной электростанции остановлен. Прекращение работы реактора связано с поломкой на энергоблоке, сообщили в энергоатоме. В трансформаторной будке произошло замыкание, в результате чего третий энергоблок был автоматически отключен от сети. Ведомстве утверждают, что утечки радиации нет, реактору и сотрудникам станции ничего не угрожает. Сейчас на энергоблоке проводят ремонт. Его работа возобновится завтра, 5 декабря. Инцидент, произошедший еще 28 ноября, нельзя классифицировать как авария. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин. Еще раз повторяю, угрозы никакой нет. Авария на третьем блоке Запорожской атомной станции произошла в системе выдачи электроэнергии. Это никак не связано с производством самой энергии. С реактором никаких проблем. Авария с реактором никак не связана. Ноль никакой связи. Забудьте. С верой в победу. Под таким лозунгом в Киевском дворце детей и юношества состоялся концерт, приуроченный Дню Вооруженных сил Украины. В организации мероприятия поучаствовали почти 800 детей, студентов и школьников. Побывала на торжестве и Виктория Лопатина. Павел, участник танцевального коллектива, сегодня вместе со своими друзьями выступает на концерте с верой в победу. Парень делится с помощью танцев, песен и стихов. Его поколение передает бойцам на востоке Украины свою благодарность и веру в их силы. Мы пытаемся передать им свое творчество, которое идет у всех из самых лучших побуждений, из сердца. То есть люди понимают, что есть дети, студенты, школьники, понимают, что есть проблемы в стране. И они не все могут помочь, так как помогают наши солдаты. Каждый, что может, то и делает. Поэтому сегодня собрались, чтобы частичку своего сердца, наверное, отдать бойцам, передать людям, показать собственное мнение по данному вопросу. Кроме того, ученики столичных школ передали защитникам свои письма, рисунки и обереги в виде ангелов-хранителей. Так дети хотят поддержать моральный и боевой дух бойцов. Я никогда еще в своей жизни не видела, чтобы так искренне дети пели гимн. Чтобы у людей просто катились слезы от того, насколько дети трогательно относятся к тому, что они украинцы. Насколько они трогательны, каждый день готовят какие-то небольшие поделки. Они рисуют картины, они пишут стихи. Они дарят свое тепло всем тем, кто сегодня, к сожалению, в такую холодную зиму, защищает нас на Восточном фронте. Дети убеждены, что они могут помочь украинским воинам выдержать это сверхъестественное испытание. И каждый из них может сделать для Украины что-то, что приблизит нашу победу. Виктория Лопатина, Иван Иванько, БТБ. На очередном заседании Верховной Рады Украины депутаты назначат председателя парламентских комитетов. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие в пленарной сессии 21-го министерского заседания ОБСЕ в швейцарском Базилии. Глава украинского МИД проведет несколько встреч со своими коллегами из стран-участниц ОБСЕ. На открытии международной конференции в столице эксперты обсудят перспективы сельскохозяйственного бизнеса в Украине. Участники акции против коррупции в банковской сфере потребуют привести к уровню европейских стран ставки по рефинансированию банков, а также по кредитам и депозитам. В Брюсселе состоится заседание подкомитета Европарламента по правам человека. Участники обсудят положение меньшинств в Украине. Особое внимание будет уделено Крыму. Президент России Владимир Путин выступит с традиционным ежегодным обращением к обеим палатам российского парламента в Москве. Во время выступления глава государства попытается объяснить причины ухудшения экономического положения и девальвации рубля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова